сегодня я расскажу вам еще одну потрясающую историю я расскажу о самой страшной эпидемии которая началась 19 веке и почти закончилась в середине 20 я расскажу о чахотке и расскажу то о чем вы даже не подозревали и так именно в 19 веке началась страшная эпидемия в россии и называли чахотка и золотуха в украине сухотка чаще этой болезнью заболевали работники фабрик но не обходила чахотка стороной не аристократов не членов королевских семей императрица мария александровна умерла от чахотки в 1880 году цесаревич николай александрович умер от чахотки в 1865 великий князь георгий александрович романов скончался от чахотки в 1899 чахотка не щадила никого ни рабочего фабрики ни аристократа высшем свете не презирали заболевших чахоткой совсем наоборот считалось что чахотки подвержены натуры возвышенные романтичные и утонченные чахоточный румянец и нездоровый блеск глаз это то чему дамы из высшего света пытались подражать для пущего блеска здоровые дамы капали в глаза белодонну и так именно в 19 веке появилась такая болезнь как чахотка сейчас известная как туберкулез я не буду особо описывать симптомы и историю этой болезни все это уже по сто раз пересказывали другие я обращу ваше внимание на самое важное а именно назову причину эпидемии и почему именно в 19 веке эта эпидемия буквально охватила всю европу и так по мнению специально обученных людей с туберкулезом человечество знакомо уже давно типа в несохранившихся трудах гиппократа эта болезнь описана и в тех же несохранившихся трудах гиппократ учил как правильно ставить диагноз также туберкулез хорошо описан несохранившихся трудах великого авиценна то есть не сохранившихся рукописях есть данные что человечество страдает от туберкулеза уже несколько тысяч лет можно этому верить или можно посмотреть на реальные факты эти факты намекают на одно странное совпадение туберкулез очень опасен и заразе микобактерии вызывающий туберкулез есть везде в почве в воде есть они у людей живут они и в животных то есть то что возбуждает туберкулез живет вокруг нас и в нас самих у огромной части человечества возбудители туберкулеза в неактивной фазе живут в организме живут и никак себя не проявляют до 19 века человечество еще не изобрело не антибиотики не прививки от туберкулеза но при этом чахотка была достаточно редким заболеванием микобактерии вызывающий туберкулез живут вокруг нас и живут очень давно но до 19 века не было таких массовых вспышек заболевания 19 веке эта болезнь прокатилась по всем странам европы в 1880-х каждый десятый житель городов российской империи умирал от туберкулеза 3 процента военных русской армии болели туберкулеза то есть туберкулез в конце 19 века приобрел масштаб эпидемии военные рабочие аристократы все страдали от туберкулеза и в то время болезнь еще не умели лечить туберкулезом болела вся европа именно тогда швейцария стала модным курортом швейцарии построили санатории и отели в которых лечились горным воздухом и правильной диетой не всем такое лечение помогало но это подтверждает еще один факт чахоткой болели как бедные так и богатые шахтеры и рудокопы теоретически могли болеть чахоткой из-за вредных последствий своей работы много пыли плохая вода еда но при этом чахотка забирала и утонченных аристократов барышень которые тяжелее носового платка ничего в своих руках не держали теперь главный вопрос почему именно в девятнадцатом веке пошел рост заболеваемости туберкулезом тяжелый труд был и в шестнадцатом и в семнадцатом веке скучность населения и антисанитария была восемнадцатом веке микобактерия вызывающая туберкулез тоже была везде и в воде и в людях и в животных то есть условия жизни людей почти не изменились в девятнадцатом веке многие даже стали жить лучше и при этом именно в девятнадцатом веке туберкулез просто сожрал огромный процент общество так что же поменялось что могло так сильно усилить рост микобактерий в организме обычного человека и знаете что первое приходит на ум изменилась еда изменилось пищевое поведение человека в девятнадцатом веке именно в конце девятнадцатого века стал моден сахар появился в свободной продаже доступный белый хлеб и белая рафинированная мука сегодня вспышки туберкулеза гасят современными лекарствами и прививками раньше всего этого не было антибиотики еще не избрели но вот что странно человечество как вид смогло прожить без антибиотиков до двадцатого века и человечество по сути выжило как же раньше организм защищался от болезни кто раньше не давал развиваться герпесу грибку и микобактериям тайны здесь нет это здоровая флорокишечник это то что защищает наш организм миллионы бактерий симбиотов перерабатывают поступающую в кишечник пищу выделяют витамины добывают из еды все нужное а все ненужное выбрасывают человек совершенная биомашина если эту машину специально не ломать то эта машина не боится ни грибков не вирусов наша биофлора не только нас питает но и защищает от возбудителей нехороших болезней и так девятнадцатый век это не только промышленный прогресс девятнадцатый век это смена пищевого питания в развитых странах это отказ от мяса молока отказ от квашения отказ от правильных трав вместо этого пришла соль соленья пришел сахар пришла рафинированная мука пришли копчености на дыму пришли растительные масла именно из-за этих копчености у богатых людей девятнадцатого века развивалась подагра именно в девятнадцатом веке произошел слом правильного питания квашни забыли и стали все мариновать в уксусе и соли до продукты стало легче хранить но эти продукты перестали приносить пользу маринованные в соли огурцы это не про здоровье это про драгоценные камни самые дорогие для человека камни в почках ладно про то что надо есть я рассказываю на бусте вернемся к чахотки и так в девятнадцатом веке произошел великий пищевой перелом полностью сменился тип питания в странах европы рафинированная белая мука сахар копчености растительные масла так резко и сильно ударили по флоре кишечника каждого человека что это флора стала умирать вместе с носителем флоры я уже рассказывал как простые мужики умирали от белого хлеба на стройке но смерть это не самый частый случай если человека евшего сквашенные овощи сквашенное молоко свежие ягоды настоящее мясо и рыбу если такого человека пересадить на другой вид пищи пересадить на сладкое на растительные масла на белый хлеб то микрофлора кишечника даст сбой полезные лактобактерии умрут а их место займут гнилосные бактерии лактобактерии не только расщепляют нашу пищу они нас защищают от вирусов и бацилл и поэтому они живут не только в кишечнике они живут в носовых пазухах в ротовой полости и там они как стражи наводят порядок сахар и рафинированная пища вызывает рост патогенных бактерий не только в кишечнике но и во рту и поэтому первый признак дисбактериоза то есть гибели нормальной флоры это кариес кариес это не про гигиену рта зубы можно чистить хоть каждый час но кариес от этого не исчезнет кариес это звоночек что флора кишечника гибнет следующий звоночек 19 века это артрит и туберкулез после перехода на рафинированную пищу гибнет нормальная флора кишечника гибнут лакта и бифиды бактерии гибнет именно то что нас защищает и поэтому нас начинает атаковать то что раньше мы не замечали то что вокруг нас и в нас атакуют туберкулезные микобактерии организм беззащитен и поэтому в организме развивается всякая дрянь именно поэтому 19 веке от чахотки страдали все свои общества богатые перешли на сладкую рафинированную пищу даже быстрее чем простой народ тем самым они погубили защитную флору открыв путь туберкулезу рабочие фабрик были вынуждены есть дешевую рафинированную еду тем самым они губили свою флору кишечника и поэтому заболевали тем же туберкулезом вы можете конечно подумать что я фантазирую к счастью мои фантазии подтверждаются одной потрясающей книгой изданной в 1938 году называется она питание и физическое вырождение так вот автор этой книги врач-стоматолог в 1930-х врачи еще были врачами и они искали причину они подавляли следствие так вот этот врач с большой буквы объехал самые отдаленные уголки нашей земли его интересовали причины возникновения кариеса он обследовал отрезанные от мира горные деревни и швейцарии забытых жителей маленьких шотландских островов изучал племена африки и австралии изучал северные народы америки и везде он видел одно там где люди живут в природе там где настоящее мясо рыба грубо перемолотый овес и настоящее молоко там нет кариеса люди там не чистят зубы но зубы и челюсть у них в порядке и наоборот если представители отдаленных племен начинали есть сахар белую муку консервы то первое что изменялось уничтожались зубы уничтожались так быстро что у детей менялась форма челюсти затем шел туберкулез и артрит есть четкая связь между сахаром белой мукой кариесом и туберкулезом в этой книге очень много примеров много фотографий прочитайте эту книгу и вы поймете почему появилась чахотка в девятнадцатом веке ссылка на книгу под роликом и кстати в среду будет стрим по теме здоровье там я кое-что дополню по этой книге эта книга опровергает все измышления современных модных диетологов насчет вреда мяса и молока на этом все смотрите мой канал и и и и Продолжение следует...